Большинство из нас, как правило, внимательно и с интересом слушает прогноз погоды на будущий день или даже на несколько, исправно ужасаясь большому минусу или обещанным обильным снегопадом. Однако, чаще всего данную информацию обыватель не берет на практическое вооружение и одеваться, что называется, по погоде даже не думает. А между тем, это одна из самых действенных мер защиты от обморожений. Для того, чтобы не допустить развитие вот этих вот осложнений, связанных с холодом, нужно, конечно, правильно одеваться. Правильно, это тепло, это многослойное, то есть несколько слоёв одежды лучше вас защищают, чем один слой, но очень тёплый, например. Нужно носить тёплую обувь, она должна быть удобной, она не должна быть тесной, она обязательно должна быть сухой. Не рекомендуют в мороз одевать металлические украшения на тело, не рекомендуют выходить на улицу в голодном состоянии, скажем так, нужно покушать обязательно. И при первых признаках замерзания нужно срочно зайти в какое-то тёплое помещение на 10-15 минут согреться, а потом можно опять выйти на улицу. Длительное воздействие холода, особенно в сочетании с порывистым ветром и повышенной влажностью, может привести к общему переохлаждению организма или обморожению конечностей. Симптомы, на которые стоит обратить внимание, если человек долго находился на морозной улице, это сонливость, чувство усталости, скованность и апатия, что свидетельствует о замедлении процессов, поддерживающих нормальную деятельность внутренних органов. Чаще всего, помимо этих проявлений, есть и локальные повреждения кожи. Она становится воскового цвета, холодной на ощупь, а конечность теряет подвижность. Если вы заметили у себя или у кого-то из окружающих признаки обморожения, нужно правильно оказать первую помощь. Вот эта первая помощь заключается в том, что нужно как можно быстрее помочь пострадавшему перейти в тёплое помещение, при этом помочь ему переодеться в тёплое и сухое бельё и укрыть его одеялами или тем, что есть под рукой. Нужно обязательно обеспечить ему обильное горячее питьё. После того, когда вы оказали первую помощь пострадавшему, даже если ему стало лучше, нужно обязательно показать его специалисту. Для этого можно обратиться в стационар, где есть хирургическое или травматологическое отделение, можно обратиться к хирургу, в поликлинику, можно обратиться в травмпункт, в искренних случаях можно вызвать скорую помощь. Медицинская статистика свидетельствует, в Беларуси ежегодно с обморожениями различной степени тяжести в больнице скорой медпомощи поступают от полутора до трёх с половиной тысяч человек. Цифра не маленькая и заставляет задуматься, ведь лечение травмированных холодом конечностей – дело непростое. Тем более, далеко не всегда повреждённые части тела удаётся сохранить. Общее переохлаждение и вовсе грозит не одним серьёзным заболеванием. А потому, выходя на улицу в студённый холод, не стоит пренебрегать советами специалистов. И тогда никакой мороз вам будет не страшен, а свежий воздух только поможет укрепить здоровье. Продолжение следует...